Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии новой уже недели. Разумеется, возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем, что же происходит на них. Прошлая неделя оказалась довольно-таки интересной, поскольку мы, разумеется, концентрировались на итогах ФРС, следили за тем, какие перспективы и сигналы представители американского мегарегулятора дадут в отношении американской валюты. Вроде бы как события уже позади, но я все равно считаю, что очень много интересных у нас еще инфоповодов впереди, потому что мы не отказываемся от наших старых инвестиционных идей, которые предполагают как усиление позиций американской валюты, так и соответствующее ослабление главного валютного риска. Разумеется, обо всем поговорим по порядку. Стоит отметить также, что сегодняшний брифинг не исключение. Будет анонсировано очередное кодовое слово, которое позволит получить вам бонус на выполнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках компании Markets. Ну и также хочу воспользоваться возможностью пригласить вас сегодня на традиционный вебинар, который пройдет в 16.30 по московскому времени. Называется он, разумеется, символично с понедельником «Правильный понедельник», где мы оценим общий фундаментальный фонд прошлой недели. Еще раз пробежимся по всем основным макроэкономическим событиям, после переключимся на основные макроэкономические и статистические релизы этой пятидневки. Ну и традиционно заключительным слайдом я представлю вам наши основные ориентиры по ключевым валютным парам. Разумеется, одна голова хорошо, две еще лучше. То есть вместе с вашим видением рынка у нас появится уже объективная оценка того, что же реально можно ожидать по тем или иным тандемам валютных активов. Ну а теперь давайте переходить к нашему привычному вступительному инструменту. Это, собственно, нефть. Актуальные котировки на текущий момент около 48 долларов за баррель. Если сравнить текущие ценовые уровни с тем, что мы наблюдали в конце прошлой недели, когда Brent пытался замахнуться за очень важное сопротивление в районе 50 долларов за баррель, но не нашел для этого соответствующих фундаментальных поводов и поддержки. Сейчас мы видим то, что уже медведи прессингуют, Brent возвращается к более оправданным фундаментальным значениям. И фактически минимальный уровень, который мы наблюдали за пятницу, это был где-то 47 с небольшим. Наша долгосрочная цель, она неизмена. Мы по-прежнему ставим на возможность коррекции этого актива в район 45 долларов за баррель, потому что сейчас еще больше убеждаемся в том, что трейдеры, переосмыслив, конечно же, ралли, наблюдаемое в четверг и в первую половину пятницы, прекрасно понимают, что инвестиционные идеи имели больше, скажем, оснований того формата, который мы озвучивали ранее. И сейчас и Brent, и рисковый инструмент, и доллар начинают постепенно возвращаться к прошлым ожиданиям, ориентирам, которые были подкреплены более осознанным, серьезным и, разумеется, подтвержденным статистикой фундаментальным фоном. Для роста черного золота Brent и WTI сейчас нет никаких оснований. Мы прекрасно знаем то, что рынок никак не отпускает общие фундаментальные составляющие, которые толкают позиции этих активов вниз. Это избыточное предложение, недостаточный спрос, это слабость ключевых регионов мира. Здесь на особое место нужно прям вывести Китай, поскольку, по мнению многих экспертов, лучший показатель по темпам экономического роста, на который стоит сейчас надеяться экономики Поднебесной, это 7%. Но я думаю, что даже и этого мы не увидим до конца 2015 года. Что касается 2016, там будет статистика еще хуже, потому что уже даже в прогнозы закладываются возможности просадки вот этого темпа экономического роста до отметки 6,6-6,7%. Это очень мало для Китая. И если действительно мы увидим такие цифры, получится, что темпы экономического роста 2016 года окажутся самыми низкими за последние 30 лет. То есть хуже некуда. Я думаю, что это еще не предел. Даже Китай сам осознает то, что, наверное, дно еще не достигнуто. Поэтому периодически пытаются задействовать дополнительные меры экономического стимулирования. Множество инструментов, конечно же, мы от Народного банка Китая услышали за последнее время. Но пожелаем им удачи, чтобы восстановилась, конечно же, экономика. Но мы все-таки делаем ставку на реальность, на статистику. И пока видим слабость. И видим, как, в принципе, эта объективная слабость уже сказалась на динамике сырьевых активов и, конечно же, стоимости черного золота. Если нет надежд на спрос, который может нивелировать такое избыточное предложение, значит нет оснований отказываться от долгосрочной инвестиционной идеи, предполагающей возможность еще большей просадки. Плюс ко всему, у нас хватает негатива со стороны ОПЕК, который по-прежнему борется, сражается за свою долю, никак не решаясь выступить с инициативой о досрочном заседании, собственно, проведении внеочередного заседания ОПЕК, где, возможно, будет пересмотрена квота. Поэтому мы полномерно убрали уже возможность этого события на декабрь, собственно, как она и спланирована. Также, говоря про запасы в США, есть сезонные факторы, указывающие на то, что по причине недостаточной загрузки производственных мощностей можно делать на ближайшие 2-3 месяца ставку на то, что запасы будут расти. Если запасы будут расти, я думаю, что это практически 100%, у нас будет уже и локальный фактор давления на позиции черного золота. А что касается квоты ОПЕК, мы знаем то, что вроде бы как собираются уже совсем договориться о том, чтобы включить в этот ближневосточный картель Индонезию. И ОПЕК уже говорил нам о том, что может повысить квоту в связи с этим. Поэтому в целом новостной фонд по Brent и WTI по-прежнему указывает на то, что дно, может быть, мы еще не видели. Соответственно, если медведи начнут активно прессинговать в рамках этого актива, толкая его к тем уровням, которые были обозначены, маячили уже, по сути, чуть больше месяца назад, это ниже даже 45 долларов за баррель, я считаю то, что у нас появится достаточно оснований, чтобы снова поставить на возможности такой затяжной коррекции, и, может быть, даже движение Brent основа в район 40 долларов за баррель. Это совсем уже пессимистичная и долгосрочная инвестиционная идея. В качестве ближайшего ориентира будет достаточно прокатиться до отметки 45 долларов за баррель. Идем дальше. Российская валюта. Здесь все понятно. Ключевым триггером остается по-прежнему нефть. Пытались мы найти соответствующие факторы поддержки на российском рынке, налоговый период, но если бы мы не говорили о возможности серьезного исполнения долгового обязательства на существенную сумму, тогда, может быть, да, налоговый период оказался бы позитивным для российской валюты, поскольку, опять же, спрос на рублевую ликвидность через конверсионные сделки поспособствовал бы такому локальному тактическому росту рубля против основных конкурентов. Но если налоговые обязательства сейчас составляют несколько сотен миллиардов рублей, то в целом обязательства корпоративного сектора перед, соответственно, зарубежными калитурами, они уже гораздо выше. Поэтому здесь не просто даже идет речь о эффекте нивелирования, а, может быть, даже о преобладающем эффекте негатива для российской валюты, потому что спрос на, опять же, валютную ликвидность будет еще выше. Нефть, мы видим, не смогла добраться до уровня 50, поэтому мы уже поставили на то, что будет и дальше корректироваться, поэтому для рубля, с учетом позиции, возможной позиции ослабления черного золота, стоит делать такую же негативную ставку. И еще, что касается действий Центрального банка по возможности основы запуска программы интервентного вмешательства для того, чтобы каким-то образом манипулировать с курсом. Пока этот вопрос подвешен, со стороны ЦБ подтверждений не последовало, но мы также делали ставку на то, что если валюта, точнее, будет покупаться, действительно, со стороны Центрального банка, наверное, это можно будет интерпретировать в качестве негативного фактора, потому что Центральный банк решит запастись валютой, скажем, сейчас, предвкушая или, может быть, обозначая возможность даже еще большей девальвации. То есть, покупка валюты на текущих уровнях будет символична с тем, что лучше, скажем, затариться валютой по более комфортному и оптимальному валютному курсу. Пока об этом речи не идет, но в последнее время слухов очень много. Разумеется, мы стараемся их актуализировать каждый, по сути, день. Если что-то появится интересного, разумеется, я расскажу. Ну, а пока следим за нефтью и вместе с позициями Брента также делаем ставку на еще один виток девальвации рубля и движение такого стратегического характера в район 70 против доллара. Идем дальше. Европейская валюта против американского конкурента. На этих выходных прошло довольно-таки важное событие, в частности, очередные парламентские выборы в Греции, уже, наверное, пятый за последние шесть лет. Это победу одержала партия Сириза, поэтому вроде бы как риск, который мог возникнуть на пустом месте, он сейчас не так актуален. Политический курс уже более приемлем, знаком грекам. Можно, скажем, знать, что ожидать от данного политического вектора. И давайте по политической составляющей не будем негативить, а вернемся к более, наверное, сейчас значимым для позиции европейской валюты поводам. Во-первых, это все-таки ожидание программы количественного смягчения. Мы не закрываем этот вопрос, потому что прекрасно понимаем, отталкиваясь также от позиции представителей Европейского центрального банка, что дополнительные меры экономического стимулирования могут быть анонсированы на рынке, потому что того требует ситуация. Это как ни крути. Европейская валюта испытывает, или, в принципе, лучше сказать, еврозона. Вся экономика еврозоны испытывает актуальные проблемы, связанные со снижением индекса потребительских цен. Инфляция низкая, угроза дефляции, что сказывается на, разумеется, потребительском спросе и на будущих темпах экономического восстановления. Поскольку программа количественного смягчения на текущий момент не создала достаточных оснований для разгона индекса потребительских цен, здесь стоит отметить, что действительно появился форс-мажорный фактор – это катастрофическое снижение цен на энергоресурсы. Но что уж тут поделать? Если он появился, значит, ЕЦБ должен и дальше быть проактивным, подстраиваться под новую экономическую конъюнтуру и, разумеется, при необходимости анонсировать более решительные действия. Под более решительными действиями речь идет о более агрессивном выкупе активов, ну или, по крайней мере, продлении сроков программы количественного смягчения. Марио Драги, прочие еврочиновники уже давали нам ясно понять, что действительно эти меры будут анонсированы. Поэтому после того, как мы сейчас локально переключились с фундаментального фона американского происхождения, мы, разумеется, сейчас концентрируемся на актуальной экономической политике уже со стороны европейского мегарегулятора. И прекрасно понимаем, что стоит только анонсировать эти меры, либо усилить внимание к ним, привлечь больше внимания через вербальные интервенции, евро снова окажется под давлением. Для бычьего ралли топлива уже нет. Я отмечал это еще в пятницу, поэтому уже тогда сделал ставку на то, что локальное восходящее движение, которое мы видели, оно рискует очень быстро сойти на нет и обернуться снова доминированием прежних инвестиционных идей и медведей в отношении рисковых инструментов. Поэтому по евро вроде бы как активно подрастали в пятницу, но потом уже под закрытие торговой сессии стало ясно, что быкам, к сожалению, не хватает силенок, чтобы зацепиться за более значимые высокие уровни сопротивления. Поэтому лидерами, собственно, рынка стали прежние инвестиционные идеи и прежде всего американская валюта. И евро-доллар с локального хая, который был на довольно высоком уровне, свалился практически пунктов на 150 до уровня 1.13. Сегодня мы видим достаточно такую спокойную торговую сессию, но обычно это свойственно для понедельника. Актуальные уровни по евро-доллару сейчас также в районе 1.13. Наша долгосрочная идея, которая предполагает, опять же, возможности отторговать новые экономические стимулы, это идея, которая будет направлена на снижение пары евро-доллар к нашей ближайшей цели, отмеченной в районе 1.10. Но мы также отмечаем возможность того, что будут созданы условия исходить еще ниже. Пара доллара японская иена. Разумеется, в четверг после решения ФРС не повышать сейчас процентную ставку, доллар оказался в числе, наверное, главных аутсайдеров рынка. Но продлилось это недолго, буквально до европейской сессии пятницы, поскольку после этого, разумеется, снова сделали ставку, переосмыслив общий фундаментальный фон на американский доллар. И мне кажется, сделали абсолютно верно. Потому что, если мы вдумаемся в формулировки председателя ФРС Жанет Йеллен, она ведь ясно дала понять, что единственная причина, из-за которых на текущий момент ФРС воздержался от ужесточения монетарной политики, это повышенные риски на мировой экономике. Но я хочу отметить, это очень важно, что про инфляцию, по сути, сказано, не было ничего. Но единственное, что инфляция стабилизируется, и она полностью учитывает те цены, которые характерны для рынка энергоресурсов. Но каких-либо рисков того, что этот индикатор будет дальше слабее, создаст серьезную угрозу для экономики, а значит, об ужесточении монетарной политики не стоит и говорить, до тех пор, пока показатель по инфляции не доберется до своего целевого значения, этого сказано не было. Поэтому стоит только улучшиться ситуации в мировой экономике, стоит, может быть, представителям ФРС переосмыслить еще раз и осознать готовность американской экономики к нормализации денежно-кредитного курса, как мы снова активно вернемся к спекуляциям, направленным на сроки ожидаемого повышения процентной ставки. Поскольку в сентябре этого не последовало, еще раз напоминаю, что большинство представителей федеральной зерной системы ясно дали понять, что ожидают подобных мер до конца этого года. То есть, по сути, каждое следующее заседание ФРС – это возможное действие касательно разгона процентных ставок. Сейчас мы концентрируемся уже на октябрьском заседании. Разумеется, до октября у нас будет возможность еще раз оценить фундаментальный фонд, связанный с состоянием рынка недвижимости, рынка труда, промышленным сектором. Но я уверен, что мы найдем лишь позитив касательно этих секторов, и, соответственно, будем также делать ставку на то, что ФРС обязательно пойдет на это судьбоносное и важное для рынков решение уже до конца этого года. Но поскольку наша идея носит долгосрочный характер, разумеется, к росту американца можно готовиться уже сейчас. И поэтому я уже сделал ставку на то, что пара USD-йена легко может добраться до значения 125. Поддержку доллару сейчас оказывает также и американский долговой рынок, в частности, доходность американских трежерисов в пятницу снова вернулась к максимальным уровням. Особенно стоит отметить двухлетки, это максимум за 4 года. Соответственно, если ситуация сохранится, приток инвестиций капитала в американские активы будут делать ставку, точнее поддерживать и позиции американской валюты тоже. Не нужно забывать про это, потому что на фоне тогда, когда нет значимых макроэкономических релизов, долговой рынок является очень неплохим катализатором и инвестиционной идеей для повышенного интереса к доллару. Поэтому, еще раз повторяю, USD-йена долгосрочная цель 125. Фунт-доллар. Поскольку я отметил то, что ралли, которое было заложено в основу по факту решения ФРС в четверг, быстро сошло в пятницу, это было хотевно для всех рисковых инструментов. И фунт-то, в принципе, тоже не исключение. Локальный хай 1.5658, дальше фунт не смог пойти, потому что в игру вступили медведи и, собственно, затащили фунт гораздо ниже, вследствие чего британская валюта потеряла также около 150 пунктов и, соответственно, скорректировалась к поддержке в районе 1.55 с небольшим. Стоит отметить, что после того, как мы проанализировали данные по экспорту, мы пришли к выводу о том, что ФРС, точнее Банк Англии, вряд ли сейчас пойдет на повышение процентной ставки, потому что повышение процентной ставки станет причиной усиления позиции британской валюты, что в целом может оказать еще большее давление на конкурентоспособность национальных британских производителей. И если сейчас страдает экспорт, то, разумеется, увидеть, наверное, более дорогую валюту сейчас было бы глупо. Поэтому буквально две недели назад мы стали говорить о том, что Банк Англии может даже анонсировать не повышение процентной ставки, а может пойдет даже на дополнительные меры экономического стимулирования. И в пятницу такая позиция была озвучена уже представителями Банка Англии, которые отметили, что действительно сейчас в кулуарах еще рассматриваются возможности подобного вмешательства в экономическую политику. Поэтому здесь стоит вспомнить промышленный сектор, сектор услуг. Опять же, по торговому балансу мы говорили, показатель экспорта является весьма символичным. Стоит вспомнить рынок труда, темпы экономического роста, показатель по инфляции, который буквально в одном шаге отрицательной зоны. Значит, у нас куча, скажем, фундаментальных поводов, которые позволяют стратегически продавать позиции британца против американского доллара. Поэтому фунт-доллар, делаем ставку на коррекцию, наша цель может быть даже движение в район 1.50, но присоединиться к этой идее пока можно будет только с отложенника 1.52, он должен уже стоять на этом уровне, потому что сейчас все-таки, учитывая повышенную волатильность, трейдинг будет очень рискованным, в том числе и по британцу. Еще хотел пару слов сказать про пару USDCAD. Здесь стоит отметить, что Канадец в пятницу оказался, наверное, главным аутсайдером рынка, потому что потери составили за одни торговые сутки около 200 пунктов. И пара USDCAD вернулась в район 1.32 с небольшим. Еще чуть-чуть и протестируют сопротивление в районе 1.33, и мы сможем положить в копилку реализованных инвестиционных идей еще одну. Напомню, что Канадец за последние месяцы стал для нас настоящим другом, потому что мы заработали много профита, в том числе в этом тандеме валютных активов, делая ставку на ослабление канадской валюты. И я считаю то, что USDCAD сейчас и дальше заряжен на восходящее движение. Ближайшие цели 1.33, то есть для нее остается около 90 пунктов. Ну хорошо, около 100 пунктов, если сейчас актуальные котировки 1.32. В пятницу вышли данные по инфляции. В Канаде инфляция слабая, значит, сохраняются возможности для того, чтобы Банк Канады снова действовал, то есть есть возможность для дополнительных мер экономического стимулирования и, соответственно, для снижения процентной ставки. Учитывая коррекцию цен на черное золото, Банку Канады, разумеется, нужно задуматься об этих стимулах и, может быть, действительно снизить процентную ставку еще раз до конца этого года. Если ставка будет снижена, то уровень 1.33 станет лишь перевалочным пунктом, потому что уровень пара сможет сходить даже еще выше и засыпиться, может быть, даже совсем долгосрочно, за уровень 1.35. Кстати, 1.35 могу уже сказать, что, скорее всего, этот рубеж будет протестирован парой уже до конца этого года. Ну, собственно, на этом все. Что касается бонуса на сегодня, это 5%, а что касается кодового слова, то это индексы. Разумеется, если у вас есть вопросы, оставляйте их под видеоокном на нашем официальном канале о маркетах на YouTube. Оставляйте их под видеоокном. Всего доброго, до свидания.